Евросоюзу нужна смелая социальная программа, чтобы оживить зелёную сделку. Миграционная политика блока также нуждается в пересмотре в том, что касается финансовых соглашений с автократиями. В этом убеждён Николас Шмидт, ведущий кандидат от социалистов и демократов на европейских выборах. И наш гость в программе «Глобальный диалог». Господин Николас Шмидт, большое спасибо, что приняли приглашение программы «Глобальный диалог». После пяти лет работы комиссаром по вопросам занятости и социальных прав под руководством Урсулы фон дер Ляйен, вы решили баллотироваться на пост президента Еврокомиссии. Почему? После пяти лет, в течение которых мы пытались поставить социальную тему в Центр Повестки, мне кажется, ещё многое предстоит сделать. И думаю, что сейчас подходящий момент для того, чтобы социал-демократы взяли комиссию в свои руки. После долгого перерыва. Где-то 30, ну, 25 лет у нас в комиссии председательствовали консерваторы. Пришло время перемен. В ходе опросов граждане часто называют в списке приоритетов как раз те вопросы, которые дороги социалистам. Защита рабочих мест, более инклюзивная экономика, борьба с бедностью. Почему же крайне правые по-прежнему привлекают так много избирателей? И почему социалисты и демократы занимают второе место в вопросах? Мы живём в очень неопределённый период. Неопределённый по разным причинам. Мы выходим из серьёзного тупика, за плечами ковид, финансовый кризис. У нас были трудные для многих европейцев моменты из-за инфляции. В Европе идёт война. Так что, я думаю, возникшая неопределённость, плюс тема миграции, сейчас в фокусе внимания и дебатов. Допавлю, что крайне правые играют на страхе. Они ничего не предлагают, но запускают тревогу, создавая вот этот обострённый контекст. Но у нас ещё впереди несколько недель, чтобы показать. Мы ставим не на страх, а на укрепление доверия. А что такого предлагают социал-демократы, что может дать чувство уверенности и безопасности? Ну, во-первых, я думаю, что у нас очень ясная позиция по социальным вопросам. Мы собираемся продолжать активную социальную политику. Нам пора снова объединить наше общество. Речь идёт о социальной сплочённости, о социальной справедливости. Вторая задача — объединить социальную и зелёную сделку. Я думаю, надо активнее подчёркивать социальные измерения и зелёные сделки, а также, кстати, её экономическое и промышленное измерения. Это заложено в нашей программе. И третий пункт — мы чётко заявляем о нашей твёрдой приверженности демократии. Говоря о социальной повестке дня, вы смогли утвердить несколько новых директив по таким вопросам, как адекватная минимальная заработная плата, работа на цифровых платформах, прозрачность зарплаты. Но затем эти документы были сильно занижены правительствами стран-членов. Вас расстраивают препятствия, мешающие внедрению прогрессивных законов в жизнь людей? Ну, я не совсем согласен с идеей, что они были смягчены, особенно директива о минимальной заработной плате. Её никак не преуменьшали. Более того, Европарламент усилил некоторые её части, особенно касательно коллективных переговоров, что очень важно. А вот другое наше предложение о цифровых платформах действительно было немного смягчено. Так функционирует ЕС. Мы работаем на основе компромиссов. Ни одно предложение, исходящее от комиссии, не принимается в том виде, в котором поступило. Так устроена Европа. Вы думаете, что активизация, субсидирование промышленностью более смелая, чем у США и Китая? Стремление защитить наше производство, рабочие места, качественные рабочие места, как Вы сказали. Вы думаете, что всё это возможно только через инвестиционный фонд? Мы должны направить поддержку и субсидии на определенное количество технологических разработок, на инновации, поддержку инновационных процессов и продуктов на рынке. Я не против субсидий, но говорить, что они единственный способ сохранить конкурентоспособность, не стал бы. Очевидно, что в Европе нужен инвестиционный потенциал. Мы знаем, что США и Китай в конкурентных с нами областях вкладывают огромные деньги. Если сравнить инвестиции США в искусственный интеллект, в технологии, в том числе зелёные, то станет ясно, Европа сильно отстаёт. В этой области, я думаю, мы должны делать больше. Именно поэтому нам нужен инвестиционный потенциал. Без него Европа не сможет идти в ногу со временем или лидировать в некоторых отраслях, чего мы ждём. Тень возможной торговой войны с Китаем сохраняется. Председатель Еврокомиссии фон дер Ляйен заявила, что будет использовать все доступные инструменты для защиты. Вы считаете риск торговой войны с Китаем значителен? И что мы можем противопоставить их субсидиям и нечестной практике? Китай является крупным игроком в мировой экономике, но эта страна не придерживается правил. Мы ожидали, что она будет соблюдать их в контексте всемирной торговой организации, но она оказалась ослабленной. Торговая война не выгодна никому. В то же время Европа не должна быть наивной. Нам следует действительно защищать свои интересы, особенно когда возникает ощущение, что Китай не уважает нас, практикует субсидирование и демпинг. Тут Европа должна быть смелее, гораздо активнее. И в плане санкций и ответных мер. Говоря о проблеме демпинга, которая просматривается в сфере технологий, в том числе зеленых, таких как солнечные батареи, замечу, мы ждем слишком долго. Не выдаем оперативной реакции. Считаю, что Европа должна быть смелее в этом новом глобальном контексте. Одновременно думаю, что мы должны продолжать разговаривать с Китаем. Они инвестируют, создают тут рабочие места. Вас это беспокоит? Некоторые страны-члены очень заинтересованы в получении китайских средств. Да, я знаю, особенно, когда речь идет об автопроме. Венгрия сейчас привлекает эти компании из Китая. И я не беспокоюсь, нет, европейские предприятия также вкладывают значительные средства в китайский рынок. И нельзя говорить, вот мы инвестируем в Китай, а ему так делать у нас нельзя. Это всегда вопрос взаимности. Взаимность, кстати, должна быть поставлена во главу угла наших отношений с Китаем. Давайте сменим тему. Если не ошибаюсь, в детстве вы мечтали стать фермером. Сегодня фермеры – главные герои масштабных акций протеста против новых мер по сохранению биоразнообразия и климата. Как вы собираетесь завоевать доверие этих людей? В последние годы, десятилетия даже, мы наблюдали снижение доходов фермеров, видели огромный рост их производственных затрат. При этом выручка агропроизводителей и их ценообразование этого не отражали. Считаю, нам необходимо задуматься, насколько уместна нынешняя концепция рынка. Ведь она наказывает многих фермеров. Часто малые и средние хозяйства испытывают большие трудности. То есть вы бы оказали фермерам большую технологическую и финансовую поддержку? Это еще один вопрос. Как поддержать трансформацию нашего сельскохозяйственного сектора? Внедрение технологии, безусловно, очень важно. Мы развиваем искусственный интеллект. Можно ли поддержать фермеров с его помощью? Есть и проблемы бюрократии. Если фермер проводит больше времени в офисе, чем в поле, это ненормально. Но в конечном итоге фермеры очень заинтересованы успехи зеленой сделки. Пакта, который будет справедливым. Социально и экономически справедливым. Сейчас хочу остановиться на новом пакте о миграции и убежище. Он дался очень сложно. На него ушли два года. Думается, он может помочь нашему рынку труда за счет экономических мигрантов. Ведь население Европы стареет. Но одновременно Европа делает ставку на экстернализацию. Заключает договоры с автократическими правительствами. В Тунисе, Египте, Мавритании. Это, кстати, очень выгодно Испании. Где премьер социалист. Что вы думаете об этом варианте в сравнении с созданием легальных каналов для мигрантов, чтобы они могли приезжать сюда и даже обогащать общество? Я лишен энтузиазма в отношении соглашений, которые еще не доказали свою эффективность. Мы тратим огромные деньги и передаем их разным режимам или правительствам. Например, правительству Туниса. При этом мы знаем, что местные власти очень плохо обращаются с беженцами. Есть проблема Ливии с ее двумя правительствами. Есть Египет. Так что я с большой неохотой отношусь к такого рода соглашениям. Договоры следует пересмотреть, отменить? Я считаю, что мы должны пересмотреть, подумать, что можно сделать по-другому. Ведь мы точно не знаем, как именно используются деньги. И это проблема. Я слышал, что с Ливаном также заключили соглашение, чтобы не пускать сирийцев в Европу. Никто не знает, как именно там потратят обещанные деньги, учитывая положение ливанского правительства, которое в некотором смысле является очень слабым. Там активная группировка Хизбаллах и другие центры влияния. То есть это для вас вопрос контроля за происходящим? ЕС не собирается переходить к модели, подобной той, о которой договорились в Великобритании и Руанда? У нас вот Италия заключает соглашение с Албанией. Я категорически против того, что мы называем руандийской моделью. Она противоречит фундаментальным правам, на которых стоит Европа. Делегирование полномочий по обращению с беженцами в Руанде или Вьетнаму. Или Албании. Или Албании. Для меня это не уважение к человеческому достоинству. Давайте поговорим о ситуации на Ближнем Востоке. Мы знаем, что израильское правительство больше не обращает внимания на просьбы союзников не проводить операции в Газе, а именно в городе Рафах. Как должен реагировать ЕС? Его обвиняют в двойных стандартах. За то, что Европа не вводит санкции. И даже не приостанавливает, не трогает соглашение об ассоциации. Ну, это вопрос, от которого мы не можем постоянно уходить. Если конфликт продолжается, если исключено любое политическое решение, любой путь к прекращению огня, что тогда остается? Должен же быть какой-то сильный сигнал. В противном случае, и тут я полностью с вами согласен, налицо двойные стандарты, а мы не можем себе их позволить. И не только наша собственная молодежь критикует нас за это. Нас критикуют и в других частях света. Так что я точно за более жесткий подход. Итак, разговоры о двойных стандартах обычно идут через сравнение с Украиной. Сможет ли ЕС в одиночку помочь Украине, если следующим президентом США станет, к примеру, Дональд Трамп? Думаю, мы должны сделать все, что потребуется. Сказать, что Европа не в силах, значит, шире открыть дверь Путину. Поэтому мы должны сделать все, что требуется. Мобилизовать больше ресурсов, ускорить наше производство, особенно снарядов, но и других видов оружия. Это нелегко, ведь времени мало. Политическая готовность к созданию европейской стратегии обороны и безопасности растет. Самый сложный вопрос – откуда взять деньги? Какое нужно решение, чтобы получить больше ресурсов для финансирования инструментов оборонной системы? Ну, вы знаете, Европа находится под угрозой, а люди не всегда это осознают. Опять же, последнее заявление Путина – это явная угроза Европе. Я всегда говорю, можете представить себе Черчилля, который в 1940 году сказал бы, «Не уверен, что смогу противостоять нацистам, потому что не знаю, как это финансировать». Можно такое представить? Нет. Мы именно в такой ситуации. Вот почему Европа должна сделать еще один шаг вперед. И если путь предполагает увеличение европейского финансирования, потенциала для содержания и наращивания собственной обороны и безопасности, мы должны это сделать. По-вашему, так называемые экономные страны согласятся? Среди таких стран есть те, кто находится буквально на границе – финны, шведы, да, и все мы, кстати, в некотором смысле на границе. И это очень важный, я бы даже сказал, экзистенциальный вопрос. Потому что если Путин выиграет эту войну, нас ждет много сюрпризов, очень опасных. Так что решение нужно принимать уже сейчас. Речь идет не о том, чтобы обсуждать, какую систему безопасности мы хотим иметь в ближайшие 10 лет. Нет. Мы должны признать, что угроза существует уже сейчас, не через 10 лет, а на ежедневной основе. Мы приближаемся к выборам. Судя по всему, намечается подъем крайне правых. Вероятно, они смогут получить большее представительство в Европарламенте, где проходит граница допустимого в плане формирования альянсов. Урсула фон дер Ляйен заявила, что ее партия ЕНП может рассмотреть возможность получения поддержки от ультраконсерваторов. Должны ли в этом случае социалисты автоматически выйти из такой коалиции? Никаких сделок. Я очень четко это понимаю. Нельзя иметь никаких договоренностей, контрактов или чего-то еще с крайне правыми. Я заметил, что в ЕНП делают особое различие между крайне правыми, между приличными крайне правыми и крайне правыми изгоями. Так вот, когда я смотрю на так называемых приличных крайне правых, то думаю, а кто они? Они это ВОКС, это поклонники Франко, поклонники Муссолини, это партия права и справедливость, которая собиралась отменить верховенство законов Польши, за что получила штрафные санкции. Так где же порядочные крайне правые? Их нет, не существует. Не будет возможности договориться о том, чтобы просто купить их голоса. Крайне правые умны, они не отдадут голоса просто так. Станут просить уступок в том, как будет определяться европейская политика. Значит, умеренная программа Фон дер Ляйен больше не умеренна? Я выступаю не за умеренную, за смелую повестку дня. Вы знаете, дело неумеренности. По сравнению с ультраправыми? Да, потому что в период, когда у нас так много трудностей и проблем, они действительно попытаются повлиять на повестку дня. Их идея, их концепция Европы в корне отличается от нашей, концепции социал-демократов. Сам я сегодня уже не слишком уверен в фундаменте ЕНП. Изначально в его основе лежали очень сильные связи с бывшими христианскими демократами. А я в курсе, что для настоящих христианских демократов невозможно заключение союза с какой бы то ни было формой крайне правых. И мы тоже придерживаемся такой позиции. Скажу предельно ясно, для меня с ними не может быть никакого взаимопонимания. Что скажете о возможности того, что Совет не станет следовать схеме ведущего кандидата и выберет другого человека на эту должность? Скажу, что не буду участвовать в такого рода спекуляциях. Давайте дождемся результатов. И когда нужно будет принимать решение, я уверен, что найдутся силы, которые скажут, что мы должны придерживаться ожидания избирателей. Большое спасибо за участие в программе «Глобальный диалог». Спасибо, спасибо.